То, что вы сейчас видите на своих экранах, лучшая реализация мечты каждого первого россиянина на практике. Этот идеальный рукотворный пейзаж и есть суть России. Россия уютной, умиротворенной и такой комфортной, которой она была до свистопляски 20 века. Мы жили лучше всех, в полной гармонии с природой, умело используя ее дары. Жили чистой жизнью и растили патриотов, ломавших хребты пруссам, туркам, шведам и наполеонам, без использования танков и самолетов. Богатыри и российские вырастали в деревянных избах и здоровье богатырское обретали, закалясь в банях. Исконная и безупречная красота российских женщин, кстати, тоже привлекала всех и каждого. Шелковистость кожи, здоровый естественный румянец, все это благотворное воздействие именно пара и жары. Сейчас век другой, сейчас море косметики и химии, но посещение бани, благотворный ее эффект, не вызывает сомнения даже о метров. Но можно ли полностью заменить традиционно русскую баню, баню на дровах, электрической сауной или промышленным паром? Нет и никогда. Конечно, суть русской бани это парение с вениками, но промокшая парная, это мы о разогреве он и перегретым паром, может просто перегреть легкие. В электрических каменках воздух выжигается по сути, да и в большинстве случаев поддавать там запрещено. Русские бани на Малиновой придерживаются строгих традиций. Баня вся целиком естественная из древесины, камень и все украшения интерьера натуральные. И надо понимать, что в любой бане сердце, парилка здесь абсолютно одинаково. Идеально подобранные размеры обеспечивают грамотный прогрев и удобство парения. И естественно в любой бане, от малышки до царской, парилка топится натуральными дровами. Для максимального комфорта посетителей полы из русских бань с подогревом. И естественно можно приготовить бассейны с индивидуально вашей температурой. Но отчет о достижениях вам прочитан, пора прочистив мозги, тело, так скажем, привести в порядок. Какой русский и не любит бани? По крайней мере такого мужика я еще пока не знаю. Вот только весь вопрос-то в чем? Чем они занимаются в бане? Как правило, все заканчивается пивом, рыбой. Ну, возможно парочку раз зайдут в парную. А вот чем занимаемся мы, девушки, в бане? В отличие от мужчин, нужными делами. Чем только мы себя не мажем. Чем только мы себя не трем. Как только мы себя любимых не бьем. И все ради того, чтобы наше тело было таким же красивым, как у Бриджит Бардо. И весь вопрос-то не в том, чем занимаются мужчины, чем занимаются женщины в бане. А в том, что нет еще пока в нашем городе вот такой вот огромной бани, которая могла бы вместить не две, три семьи, а пять, восемь, десять. Где мужчины могли бы заниматься своим любимым делом. Допустим, болеть по большому телевизору за любимую хоккейную команду. Либо играть в бильярд на втором этаже. А девушки на этом же телевизоре могут смотреть фэшн-тиви. И не надо забывать про детишек. Здесь они также под пристальным вниманием родителей могут плавать вот в таком прекрасном бассейне с искусственным течением. Ну, и нечего рассуждать. Приходите и плавайте. Угадайте, кто в парилке проводит времени больше, мужчина или женщина? У кого язык без костей и новостей к обсуждению больше? Кто парится, по сути, не умеет. Конечно, отдельные лысые головой и волосатые телом товарищи, умея париться, могут фору дать любой болтушке. Но в большинстве своем гораздо приятнее, когда парят вас, причем парят умело и профессионально. В комплексе русские бани парение – это искусство. И профессиональная гордость. Тут даже видавшие виды специалисты проводят курсы повышения квалификации. У мэтров – людей, просто провернутых по баням, физиологии и искусству массажа. Вас вывернут наизнанку, пропарят все трещинки и мышицы, затем соберут и заставят летать. Эту процедуру рекомендуем всем. Не так давно появление на экранах одной крепкой задницы одного толстого лысого перца произвело фурор. Но он был не первым, кто это сделал. Первым был Евгений Леонов еще 40 лет назад в полосатом рейсе. Вы, естественно, ожидаете что-то подобного и сейчас, но не выйдет. Поэтому, если вы предпочитаете участие и наблюдение, то приезжайте к нам в русские бани. Райский уголок семейного отдыха и идиллии располагается совершенно недалеко от города, а точнее прямо на выезде до садов в сторону озера Соленое. Благодаря заботе комбината вы можете добраться сюда по объездной дороге из любого уголка магнитки максимум за 30 минут. Здесь по-настоящему семейная идиллия. Здесь правильнее отдыхать с семьей. Здесь в любое время суток, в любой сезон года теплый и чистый бассейн. И море радости от шпингалетов, купающихся и резвящихся, естественно, под присмотром взрослых. Затем они уже, потрескав блинчиков с чаем, могут продолжать резвиться дальше, на втором этаже, либо в комнатах отдыха. Дав возможность папам и мамам устроить себе праздник тела и при желании и праздник внутренних органов. Уза, то есть. Приготовить любое блюдо, тащить колбасу и бирзировку в сумках не надо. Ну а так как правительство и партия власти нам приготовила традиционный новогодний подарок в виде 10-дневного отпуска, «Каждый житель Магнитогорска может легко и просто реализовать мечту каждого первого россиянина», озвученную в начале сюжета. И понятно где? Здесь, в комплексе «Русские бани». А учитывая, что комплексов такого рода в России всего две штуки, в Магнитогорске и Екатеринбурге, а комплекс с такими парельщиками – это только «Русские бани» на Малиновой, сюрприз вашим гостям будет обеспечен. Мы всегда рады своим гостям. Наш комплекс «Русские бани» проводит Новый год, маслин, сокрещение в исконно-русских традициях. Мы работаем по пластиковым карточкам виза. Провести час-другой в по-настоящему теплой компании – это доступно всем и каждому. Суровой уральской зимой, без многочасового перелета, абсолютно реально поплавать в теплой воде, посидеть на теплом камне, подышать пряными ароматами. Реально и недорого – это можно сделать в любой день недели. Где? Естественно, здесь. В «Русские бани» на Малиновой.